Молитесь за меня. Меня вот буквально на этой неделе уже вызвали. У нас была встреча с Сергеем Васильевичем. Мы думали, мы втроем побеседуем. Я и генеральный секретарь Российского и Англического Альянса Сергея Васильевича. Но Сергей Васильевич взял как раз сотрудника ФСБ и взял Павла Ренера, нашего дорогого брата, чтобы были также при этом разговоре. Два часа у нас был разговор. Не лицеприятный, не очень. Очень много всего. Я выслушал свой адрес, сколько лжей, сколько всего плохого я делаю. Вы смотрите наш канал, вы поддерживаете нас. Многие молятся, многие помогают как могут. Спасибо большое. Я всегда честно выступал, говорил, но я не нахожу в своей совести ничего порочащего кого-то из руководства РосХВЕ. Есть вопросы, которые мы должны задавать. Мы призваны спрашивать и говорить. Союз – это не дело одного человека или двух людей, или даже 12 человек, которые были выбраны и назначены Сергеем Васильевичем. Союз – это сотни и сотни церквей, больших и малых, по нашей огромной стране, церквей и пастырей, у которых также есть вопросы, которые задают, не находят ответов, не находят помощи порою. Ну, непростые времена сегодня церковь в России переживает, дорогие. Давайте будем честными. Мне поставили на вид, что я где-то какие-то неточности сказал, что очень расстроило руководство, что вначале, когда создавался союз, национальным епископом Церкви Божией был не Павел Сергеевич Абашин, а был Сергей Васильевич. Конечно, я сказал, что история не написана, ее нигде нет, прочитать дословно нельзя, документы проверить нельзя. Поэтому по разговорам один одно вспоминает, другой – другое. Если на ине точности послужили к таким бурным проявлениям, то я, конечно, извиняюсь за них. Давайте опубликуем все документы, мы готовы. Покажите, расскажите, вот, да, тогда-то, тогда-то был этот, занимал, было назначение. Давайте, ну, если уж такой это принципиальный вопрос, если невозможно меня простить за него, то давайте посмотрим все документы, все бумаги, и пусть Бог нас рассудит тогда. Я, конечно, извиняюсь, и я имею такое сердце, но зачем, если чего-то не знаю, не понимаю. Ну, поэтому давайте будем снисходительны друг к другу, давайте не будем вешать ярлыков, давайте не будем обзванивать и говорить, что он такой рассекой, потому что мне уже сегодня, вчера, все дни звонят многие пастора со всей страны, с этих, что все по твою душу пришли, обзывают Духовный совет Синедрионом, тебя распнут, пожалуйста, дорогие, не называйте, ну, хочется верить, что мы братство. Ну, Духовный совет, и на ней Синедрион, вот, меня еще раз вызвали пять человек, создали специальную комиссию, чтобы разобраться со мной, как выразился, вот, первое лицо Сергея Васильевич сказал, что от твоей лжи все устали уже, и ты должен вот предстать. Я предстану, я не боюсь ничего, я не вижу ничего дурного или плохого. Спасибо еще раз за поддержку, которую вы оказываете. Пожалуйста, помолитесь в понедельник, потому что эта встреча должна пройти, вот, буквально на днях уже, вот, но у нас очень много труда, много работы. В Калужской церкви у нас большая конференция, водное крещение еще, хочу просто порадоваться с вами, еще шесть человек мы будем крестить, летом шесть человек крестили, и еще шесть человек. Для меня это огромная радость, будет конференция, будет большое семейное воскресенье, мы будем кушать вместе, мы всегда так делаем, плов на 300-400 человек готовим. В общем, милости просим в Калугу, благослови вас всех Господь, посмотрите видео, послушайте пастора Артура Симоняна, он очень мудрый человек, послушайте ответы епископа Дмитрия Шатрова, он не менее мудрый человек, и вот вам все станет, вся картина ясна. Благослови всех Господь, с вами был я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный», поддержите нас молитвенно, финансово, нажмите на колокольчик, чтобы получать первыми наши видео, смотри, вы уже были оповещены о том, что выходит нового на нашем канале. Спасибо вам.